Ежегодный объем государственных закупок в Казахстане достигает 3 триллионов тенге, а там, где большие деньги, всегда высокий риск коррупционных соблазнов. Только в прошлом году заказчики и поставщики совершили около 4 тысяч правонарушений. Лаура Байбачанова о том, как уменьшить коррупцию в госзакупках и сделать тендеры максимально прозрачными. Год назад в крупнейшей казахстанской квази-государственной компании внедрили новую модель закупок. После этого попасть в пол потенциальный поставщик может только в случае, если действительно является таковым. Во время предварительного квалификационного отбора к вероятному продавцу услуг или товаров выезжает комиссия. Она и проверяет, существует ли фирма на самом деле, есть ли на балансе необходимое оборудование. Пока, впрочем, отсеять всех недобросовестных поставщиков не удалось. Существующие на бумаге однодневки все так же срывают сроки. Вместо требуемого товара привозят откровенную подделку. Оказываются не способными выполнить подряд, а то и вовсе. Получив предоплату, исчезает. Фактически на сегодняшний день зарегистрировано порядка 6 тысяч предприятий в системе предквалификационного отбора. Порядка 1100 уже прошли эту стадию. Значит, они имеют возможность участвовать во всех конкурсах, которые их интересуют. На сегодняшний день только по 64 позициям, то есть это товары, работы и услуги, по которым мы объявили режим предквалификационного отбора. Мы хотели бы уже в следующем году перейти режим предквалификационного отбора по всем позициям, по всем конкурентным закупкам. Ну и хотели бы призвать всех производителей, которых интересует закупки группы компаний фонда, значит, активно участвовать в этой работе. Практику квази-государственного сектора готовы перенимать и в секторе государственном. Госкомпании тоже страдают. Казалось бы, что может быть проще, чем купить бумагу для принтера? Ну и тут можно столкнуться с непреодолимыми сложностями. Потенциальный поставщик может, что называется, сломать тендер, предложив слишком заниженную или завышенную цену. В итоге, несостоявшийся конкурс, сорванные планы. Еще сложнее, когда речь заходит, к примеру, о поставках жизненно важных лекарственных препаратов. Потому в Минфине опыт коллег из квази-государственной компании перенимают. В будущем планируют закрепить его законодательно. В прошлом году в ведомстве внедрили своего рода систему предквалификационного отбора. Поставщик может заранее ознакомиться с условиями, а в случае, если с ними не согласен, предложить изменения. В праве он и подать жалобу на других участников конкурса, в случае, если те не соблюдают условия. За первые полугодия 2017 года уже количество жалоб перевалило за 9 тысяч. Это связано с тем, что сейчас потенциальные поставщики видят все процедуры, которые сейчас оформляются исключительно в электронном виде. Все прозрачно, все видно. Несмотря на предпринимаемые государством меры, эксперт в области госзакупок Мурагер Тулеов называет сферу госзакупа одной из самых проблемных. Реальных поставщиков в стране мало. Многие по факту оказываются лжепредпринимателями. Проблема тендеров в Казахстане сейчас стала намного актуальней. В данный момент, на сегодняшний день, компаний участников стало большое количество. При этом, конечно, у нас не хватает потенциальных поставщиков. Много потенциальных поставщиков идут в обучающий центр, дабы получить определенные знания, определенную квалификацию в сфере закупок. Но, к сожалению, не все обучающие центры имеют определенный статус на этом рынке. Усовершенствовать систему госзакупа поручил глава государства. Пока соответствующая работа продолжается. Но нечистые на руку заказчики и поставщики продолжают находить лазейки в законе. По данным органов прокуратуры, только в прошлом году в сфере государственных закупок было выявлено 3982 нарушения законности. К различным видам ответственности привлечено более 1700 должностных лиц. Кроме того, возбуждено 35 уголовных дел. Лаура Байбачанова, Марат Таубаев, Абдулла Исаев. Итоги дня. Астана.